Добрый день, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем очередном видео. Сегодня понедельник и мы традиционно поговорим о том, чем завершилась неделя предыдущая, что нас ожидает на этой неделе. И также я расскажу о том, какие сделки я планирую открывать на этой неделе, какие есть интересные, на мой взгляд, моменты для торговли. Итак, всем добрый день. Перед началом напомню, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну а начать понедельник хотелось бы с обсуждения рынка нефти. На прошлой неделе мы увидели колоссальное движение после твита Трампа. Теперь давайте посмотрим, к чему же это перевело. На текущий момент переговоры Саудовской Аравии и России были перенесены на четверг, хотя изначально планировали провести эти переговоры сегодня, в понедельник. На этом фоне на открытии рынка нефть торговалась на примерно 6-7% ниже закрытия понедельника. О чем же должны договориться? Изначальный план это сокращение добычи на 10 миллионов баррелей по всем странам. Ну то есть не по отдельной какой-то стране, как мы предполагали из твита Трампа, а именно суммарное сокращение, что более логично, безусловно. По данным Wall Street Journal, в рамках новой сделки по спасению стремительно тонущего нефтяного рынка, Саудовская Аравия может сократить добычу на 3,5 миллиона баррелей в сутки. Другие страны ОПЕК на полтора, еще 2 миллиона уберут с рынка страны Северной Америки, включая США. 2. Россия отводится квота в 1,5 миллиона баррелей в день, то есть минус 13% ежедневной добычи и около 30% экспорта. Россия хочет выторговать меньшую квоту, а именно 1 миллион баррелей, как сообщает источник Bloomberg. Участие США в сделке также остается под вопросом, пишет Goldman Sachs. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не планет директивно ограничивать добычу и может ввести пошли на импорт нефти, если ОПЕК не договорится. Даже если сделка на 10 миллионов баррелей состоится, она может принести лишь психологическое успокоение рынку, поскольку падение спроса достигнет порядка 26 миллионов баррелей в сутки, как опять же оценивает Goldman Sachs. Нужно, конечно, было раньше реагировать на то, что происходит в мире, а не стараться договариваться уже после того, как стали сокращаться и производства, и перелеты, и все прочее, и сам спрос упал. Следующая новость, которая также беспокоит рынки и в целом, которая должна быть во внимании всегда, когда глава страны или человек, который стоит, скажем так, во главе, не может исполнять свои обязанности. Ну, собственно, речь идет о Борисе Джонсоне, который в минувшую ночь попал в больницу, куда его поместили в воскресенье вечером для прохождения планового тестирования на коронавирус. Коронавирус у 55-летнего Джонсона был диагностирован еще в конце марта. В пятницу премьер сообщил, что у него сохраняется температура и поэтому должен продолжить самоизоляцию. В случае неспособности Джонсона исполнять обязанности функции главы правительства перейдут к главе МИД Доминику Рабу. Именно он в понедельник утром проведет заседание Чрезвычайного комитета Кобра по ситуации с коронавирусом. В воскресенье вечером также королева Британии Елизавета II выступила со специальным обращением к нации, жителям страны, содружества в котором подчеркнула важность самодисциплины во время вспышки коронавируса. Ну а теперь давайте посмотрим на общую динамику распространения, потому что все-таки на мой взгляд на текущий момент это является важным моментом, важным фактором восстановления экономики. То есть пока мы не увидим спад в общем мировом виде, в том числе именно выявленных случаев коронавируса, то говорить о восстановлении экономики рано. Хотя индексы растут и здесь вот мы видим некоторую нелогичность на текущий момент. Ну что, на текущий момент количество общих зараженных подходит к практически 1 миллион 300 тысяч, в США 337 тысяч, на второе место вышла Испания, затем за ней следует Италия и дальше уже Германия. За минувшие выходные также увеличилось количество случаев смертей в США, но собственно пока она остается чуть меньше, чем например в Европе. Ну и также к этим уровням подбирается также и Франция. То есть на текущий момент общая динамика она пока сохраняется, пока нет здесь спада в распространении вируса, что безусловно влияет также на общую экономическую ситуацию. Теперь давайте взглянем, какие события нас ожидают к публикации на этой неделе и посмотрим, что у нас есть в календаре, что важно иметь в виду, готовясь к текущей неделе. Я поставлю приоритет только высокий и давайте посмотрим. В понедельник в Китае праздник, то есть понедельник у нас практически без каких-либо важных новостей. Мы не берем пока во внимание те, которые находятся под меньшим значением. Вторник решение Резервного банка по процентной ставке ожидается, что она сохранится на прежнем уровне индекс-менеджеров по закупкам по Канаде. Опять же прогноз здесь лучше, поэтому для экономики Канады в принципе это тоже выглядит довольно-таки неплохо. Но опять же важно напомнить, что Канада тоже зависит от нефти. Число открытых вакансий на рынке труда будет опубликовано в США. Ну собственно здесь мы с вами видели колоссальное снижение на прошлой неделе. Более 6 миллионов за одну неделю было подано на пособие по безработице. Бессловно, просевший рынок труда может стать бомбой замедленного действия, который мы видим сейчас. Ну и в среду выйдут данные по запасам. Мы с вами видим то, что количество ожидается снижения, хотя запасы на текущий момент растут. Ну куда же их продавать? На текущий момент растут только спрос на хранение как раз нефтяных товаров. И четверг также будут данные по Великобритании, производство обрабатывающей промышленности, данные по ВВП. Но в целом здесь важно понимать то, что ВВП ожидается практически по всем странам, особенно снижение ВВП по тем странам, которые в первую очередь затронул коронавирус. Ну и в любом случае снижение ВВП в первом-втором квартале этого года стоит ожидать, если не дольше. Ну и собственно пятница, выходной день, Великая Пятница перед Пасхой. Поэтому многие биржи, многие страны будут закрыты. И собственно у нас на этой неделе только 4 полноценных торговых дня. Ну и в том числе США тоже будет закрыта в пятницу. Ну теперь давайте посмотрим, что у нас есть по инструментам. По евро-доллару на текущий момент у нас сохраняется движение нисходящее. Здесь опять же мы находимся в середине диапазона. Но пока те, кто например держит продажу, их имеет смысл держать, но пока новых покупок здесь не появилось. Если цена, например, сможет закрепиться выше максимума пятницы, то здесь я бы для себя покупки рассматривал, входил уже с целями движения на 1.11. По паре британский фунт, американский доллар здесь на текущий момент сохраняется нисходящее движение. То есть я напомню, что в пятницу у нас появилась формация на вход на продажу. То есть она смогла закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 2 апреля. И, собственно, появился сигнал на то, что можно искать продажу. Мною был выставлен отложенный ордер. Он на текущий момент все еще стоит на прежнем месте. И я, пожалуй, пока его оставлю, по крайней мере, до конца сегодняшнего торгового дня и понаблюдаю, как ситуация будет развиваться. Если цена дойдет до моего отложенного ордера, то есть на текущий момент это порядка 140 пунктов. Ну, достаточно много, но тем не менее сейчас рынки довольно-таки волатильные. И тогда откроется у меня продажа. То есть, ну, в целом у нас продажи здесь начались. Просто цена для входа для меня некомфортно с точки зрения рисков. Поэтому здесь я для себя на стоп-лосс несколько, ну, точнее, точку входа поставил, исходя от риска. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь у нас общее направление на текущий момент сохраняется восходящее. Мы обновили локальный максимум сегодня с открытия и, ну, фактически, пока здесь общий тренд идет на покупки. В принципе, смысл покупки искать. Я здесь пока покупки не открывал, просто потому что пока у нас у меня нет более надежного стоп-лосса, который здесь можно было бы поставить, кроме как минимум 27 марта. А он достаточно далеко уже. И, фактически, если цена сможет закрепиться ниже минимума вот конца прошлой недели, это отметка 1.4096, то мы можем еще одну волну снижения ожидать. И вот после этого тогда бы я уже покупки рассмотрел. То есть, пока здесь беру паузу, тоже за этим инструментом буду наблюдать. По паре американский доллар, японская иена. Ну, как мы и предполагали, началось восходящее движение. Опять же, здесь я в сделку не смог войти, так как, знаете, не скорректировать до моего отложного ордера, входить по другой цене. Для меня было неприемлемо. Также, опять же, риски были выше, поэтому здесь сохраняется также восходящая формация, восходящее движение. Продолжаем за этим активом наблюдать. На текущий момент вот тот отложенный ордер, который у меня есть, я его уже удалю, потому что ситуация сейчас уже на текущий момент не актуальна. По австралийцу сохраняется здесь нисходящее движение. На текущий момент цена движется в рамках часового таймфрейма в нисходящей формации. Говорить о покупках здесь мы можем, но, по крайней мере, после того, как вот это коррекционное движение завершится. Здесь я буду следить за тем, сможет ли цена закрепиться выше максимумов пятницы, уровень 60.75, и после этого рассмотрю как раз покупки на фоне как раз восстановления общего движения по австралийцу. По новозеландцу ситуация плюс-минус точно такая же. Сейчас сохраняется нисходящая формация. Опять же, если у вас есть продажи, то пока их имеет смысл удержать, потому что противоположным сигналом здесь не получено. Соответственно, здесь я буду ожидать закрепления выше максимумов пятницы, если это произойдет, то тоже буду искать покупки. Золото продолжает движение вверх. Сейчас движемся уже на область обновления максимальной значения, которую мы видели в конце марта, на 1653, ну и, собственно, следующая цель уже движение на 1700. С точки зрения часового таймфрейма, восходящее движение, которое началось 2 апреля, оно также сохраняется. Сегодня уже обновили локальный максимум, поэтому здесь общий настрой идет на как раз рост. Вот, соответственно, вот сейчас основная задача – это обновить максимальное значение конца марта, ну и двигаться уже дальше по восходящему. Но, опять же, пока золото вызывает определенный интерес у инвесторов. По индексу DAX, здесь мы видим также открытие уже с небольшим гэпом вверх, что какой, вот я для себя, честно, не понимаю, в чем здесь есть позитив, да, с точки зрения индексов. В целом все выглядит не очень хорошо для экономики как Европы, так и США, но, тем не менее, фондовые индексы подрастают. Ну, будем торговать то, что видим. Соответственно, сейчас покупки здесь я тоже для себя буду рассматривать, по крайней мере, попробую купить, если цена скорректируется в область 9416. То есть, от этих уровней с минимальным риском в 1%, здесь я попробую войти. Ну, по другим ценам для меня здесь просто я не смогу остаться в рисках, если буду какие-то другие цены для себя использовать для входа. Поэтому здесь вот только в этом случае я для себя DAX рассмотрю. Но, в целом, вот сегодня, по крайней мере, у нас день ознаменован как раз ростом по данному инструменту. По S&P 500 также тенденция у нас сменилась на восходящую. Моя сделка закрылась по стоп-лоссу, который стоял в небольшом плюсе. И я для себя поставил противоположный ордер уже на покупки. Точно так же, естественно, скорректируется примерно в область 2472. Вот с этих уровней мне было бы интересно присоединиться к этому движению по индексу S&P. Здесь можно получить неплохое соотношение риск прибыли. И даже если мы заходим в боковик, то, в принципе, торговать вот в данном диапазоне до 2645, в принципе, выглядит довольно-таки неплохо. Конечно, здесь я в целом ожидаю более затяжного снижения по индексу S&P 500. Но, возможно, время еще не пришло. И, возможно, это снижение произойдет чуть позже. А, может быть, не произойдет. Никто не знает и никто не может быть в этом до конца быть уверен. Ну, а по нефтемарке Brent фактически мы вернулись в пятницу к тем максимальным значениям, которые были после твита Трампа. Все-таки движение было довольно-таки неплохое. И на текущий момент восходящее движение здесь также сохраняется. Вопрос в том, что, ну, наверное, покупать сейчас уже поздновато. Вот, как я и говорил, была хорошая точка 2 апреля. Но, к сожалению, здесь цена не дошла до моего отложенного ордера. А входить, опять же, по другой цене тоже было несколько рискованно. Поэтому, если вы торгуете на чуть большем депозите, то, в принципе, такие ситуации тоже имеет смысл для себя рассматривать. Ну, здесь очень многое будет зависеть от того, смогут ли им в четверг договориться о снижении добычи. Опять же, за 4 дня новая нефть будет добыта в прежнем размере. Тратить ее будет меньше. Соответственно, запасов будет расти больше. То есть, это, конечно, не очень хорошо, то, что свещание перенесли на четверг. То есть, фактически 4 дня и фактически дополнительных 40 миллионов баррелей здесь может на рынке появиться. Ну, вот такая ситуация у нас к понедельнику. И поэтому всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. И также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в среду. Посмотрим, чем продолжается текущая торговая неделя. И что у нас происходит на рынке. Также напомню, что вы можете подключиться к моему счету с паролем инвестора. Ссылка на него есть в описании. И также те сделки, которые я совершаю, в большей степени я дублирую на своем профиле в TradingView. Тоже ссылка будет в описании к этому видео. Поэтому переходите, подписывайтесь и следите. Всем спасибо за внимание и до свидания.